ГТРК «Вятка» совместно с Росфондом продолжает благотворительную акцию, цель которой – помочь тяжело больным детям. Сегодня мы расскажем о Даше Ивановой. У девочки диагноз – сахарный диабет первого типа. Установка инсулиновой помпы помогла избавиться от скачков сахара. Но расходные материалы к помпе закончились. Принять участие в жизни ребенка может каждый. Достаточно отправить слово «дети» на номер 5542. Она даже в расписании бывает пишет, что делать, когда что менять, когда ее кормить. За хомяком Джелли пока присматривает мама Даши. Сама же девочка сейчас находится на лечении и отдыхе в санатории, откуда она шлет всем зрителям нашего канала. Огромный привет! Режим дня, конечно, вставать рано, а так, конечно, хорошо, отдыхаю. Настроение веселое. Веселая, общительная девочка и очень жизнерадостная. Так про Дашу говорят ее родные, друзья и лечащий врач. Любит рисовать, мечтает заниматься спортом и жить без своей болезни. Диагноз сахарный диабет первого типа поставили, когда Даше было 6 лет. Девочка похудела, стала пить много воды, быстро уставала. Анализы показали превышение уровня сахара в несколько раз. Мы были растеряны, но с этим надо было как-то жить дальше. Мы учились измерять сахар, считать хлебные единицы, вводить инсулин. Были истерики и отказы от уколов. Потом от лечащего врача и, посмотрев интернет, мы узнали, что есть инсулиновые помпы. Деньги на прибор помогли собрать родственники и коллеги. С 2011 года даже живет с инсулиновой помпой. Преимущество ее в том, что она постоянно находится на теле ребенка, вводя необходимую дозу инсулина в организм. Это позволило избавиться от ежедневных инъекций и стабилизировать уровень сахара. Но к помпе требуются расходные материалы, которые не оплачиваются государством. Помочь в их приобретении может каждый из нас, отправив слово «дети» на номер 5542. Использование помпы обходится недешево. Все расходные материалы, катриджи, иглы, инклюзионные наборы, тест-полоски приходится приобретать с именем. Стоимость расходных материалов более 136 тысяч рублей. Для семьи сумма неподъемна. Мама Даши обратилась в Русфонд за помощью. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта русфонд.ру соберут 101 тысячу 157 рублей. Не хватает 35 тысяч. Именно эту сумму можем собрать мы с вами. Даша все-таки уже подходит к возрасту полового созревания. И в это время, когда такой гормональный взрыв в организме, то есть сахара, они совершенно не поддаются какой-то регулированию. Они в разброд идут. Поэтому помпа в этой ситуации нам очень помогает. И Даша поможет очень пережить вот этот серьезный период в ее жизни. Не будет расходных материалов, значит, Даше вновь придется вернуться к ежедневным и многократным инъекциям. Принять участие в жизни ребенка можете вы, наши телезрители. Достаточно отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость СМС 75 рублей. Все полученные средства пойдут на лечение Даши. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Русфонда. И просим обратить внимание на важную деталь. После отправки СМС абоненты МТС и Теледва получат ответное сообщение мобильного оператора с просьбой подтвердить перевод. Только когда вы это сделаете, средства будут перечислены. Продолжение следует...